Саженцы крупной листовой липы размещают на мехзаводе вдоль московского шоссе рядом с церковью в Ведении во храм Пресвятой Богородицы. В эколого-патриотической акции «Лес Победы» принимает участие глава Красноглинского района Самара Вячеслав Коновалов, депутаты, общественники, кадеты, активное население. Эта территория является гостевым маршрутом. Это въезд в наш красивый город. Поэтому было принято решение именно в этом месте начать эту акцию. Мы ее, вне всяких сомнений, будем каждую весну и осень продолжать. Через какое-то количество лет здесь будет красивейшая аллея, посвященная подвигу нашего солдата, который победил в Великой Отечественной войне. В этот раз высаживают 30 молодых деревьев крупной листовой липы. Их доставили из питомника. Саженцы помещают в лунки, засыпают землей, делают подпорки и поливают. «В Самарской области преобладающая порода, как всегда считалось, дуб. Дуб, липа, береза. Вот мы из одних пород выбрали именно липу. Она не просто, она еще плюс, что и медонос, все-таки светет красиво и очень благородное дерево». Акцию «Лес Победы» Общероссийское движение «Зеленая Россия» проводит вместе с Союзом ветеранов России с 2015 года. «Мы высаживаем именные деревья в память о войнах, которые не вернулись с фронта Великой Отечественной войны, чтобы не забывалась эта память о наших предках». В акции «Лес Победы» приняла участие ветеран Великой Отечественной войны, жительница блокадного Ленинграда, а теперь поселка Мехзавод Валентина Николаевна Щербакова, которая в прошлом году отметила столетний юбилей. «Я поздравляю вас с 79-й годовщиной Великой Победы. Здоровья вам, благополучия, счастья вам, вашей семье». В дальнейшем за молодыми деревьями будут ухаживать специалисты спецремстрой зеленхоза. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.